Сегодня будем говорить насчет Пороша чуть-чуть. Порошат Харей. На этом Пороша много интересных вещей есть, очень много. Но мы будем говорить о том, что в Йом-Кипур, на Йом-Кипур, вообще я хочу сегодня говорить насчет дьявола. Мы называем по-еврейски его Сатан, так называется. А крестьянцы одна взяли и они называют его Сейтан. Другое ударение просто. А муслимцы, они называют его Шайтан. Мы это уже хорошо знаем, потому что мы там с узбеками много жили, и так это было принято. А на русском это дьявол, там уже не говорят Сейтан. Сатана? Есть такое на русском? Сатана. Сатана. Окей, они поработали букву А. Они говорят Сатана, окей, где дьявол говорят. Вопрос о том, что на Йом-Кипур, о чем говорит, о чем говорит Мушарабину, скажи Арону взять два козла, два козла и сделать горолот. Жертва? Жертва. Горолот жертва? Не. Рафл. Что такое? Рафл? Лотарей разъявлялся? Лотарей. Жертва будем делать, но лотарей. Сперва делаем лотарей. Взять два козла, один для Бога будет и один будет для Сатана, как бы сказали. Один для этого будет. А теперь вопрос спрашивается о том, почему нужно ему делать это. Понимаете? Почему нужно делать это? И кроме этого, и кроме этого, бета-мигдаш, бета-мигдаш, который уже наш храм сломался, чтобы на Бета-мигдаш, чтобы на Бета-мигдаш, на третий раз будет Бета-мигдаш. Почему мы этого делали? Значит, храм сломался, сейчас мы его не имеем. Конечно, мы молимся, мы только по молитве говорим, что было, так и молимся. А в то время, во время бета-мигдаша, в общем, были эти две козла, один для Ашем и один для Сатана. А теперь, когда Сатана это брал, он евреев не трогал. Значит, все грехи, все грехи шли в сторону его, но там же он имеет ту энергию, которую он ищет всю свою жизнь. Ту порцию, которую он всегда желает, которую он хочет, в этом же козле находится. И он это берет, и он успокаивается. И что интересно, все еврейские грехи очищаются. Конечно, человек будет чува делать. И что интересно, даже самые тяжелые грехи, самые тяжелые грехи. Если человек каялся, она сбывается на этот козел, который мы его давали, Сатана, во время бета-мигдаш, когда она была. Азазель, что это? Азазель, что это? Что они делают? Они, 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 идет, идет человек, идет человек, да, поднимается на горах. И они выкидывают его. И он бросает, толкает его. Да, вопрос вам, а кто это вот, кого выбирали среди всех, кто пойдет Азазель кидачу? Мы это не будем говорить, потому что не эта тема, это сейчас другая вещь пойдет, я хочу свою тему сказать. Так, слушайте внимательно. Так, как это началось? Почему это так началось? Все это началось от того, когда Адам Арешон сделал этот грех, который этот Сатана, который он с семьей договорился, который сделает этот грех, чтобы Адам Арешон упал на этот грех. А теперь, я сегодня в Синалуге тоже об этом говорил, и что я хочу сказать. Я хочу сказать вот такое, что все люди, кто это будет слушать, и вы тоже сами, которые вы сейчас слушаете, чтобы вы знали. Все религии, которые на этом свете есть, все религии, скажем, и крестьянство, и муслимство, и все остальные Будда, и там Индия, и Шми, все, все, что есть, это все его религия. Это все придумано этого Сатана, чтобы вы знали. Это все его религия. А теперь, а теперь нашу Тору он тоже знает, чтобы вы знали. Нашу Тору он тоже знает, потому что, как мы знаем, что это знает. Одно из них примеров, когда Шламу Амелех сделал грех, он его споймал на такой момент, который он сделал его загрешенным, и он брал его место. Он заметил, что Шламу Амелех был пару лет, находился, и Шламу Амелех мог изменять себя как человек, как дьявол, как остальное. Вот такое село у него. И все это далось ему, эта вещь, потому что, когда мы не соблюдаем Тору, и не даем его порцию, которую он должен получить, потом он с ума сходит, и начинает нас всех толкать на грех. Не поняли меня? Да, да. Испытывает нас. Почему? Потому что мы ему порцию не даем. Правильно. Значит, в этом ходе так, что, если мы соблюдаем, и даем тоже его порцию, по закону, как Тору нам говорит, он нас не трогает. А когда мы не делаем правильные вещи, да, это выходит, как будто мы берем его порцию, потом он с ума сходит, и начинает нас всех толкать в грех. Выходит так, что вся религия, которая на этом свете находится, все это его идея, это все его учеба, чтобы он имел такую силу, чтобы он мог контролировать. И он контролирует, чтобы вы этого знали. Он весь мир контролирует. Конечно, с божьей силой, потому что, если Бог его с одним ударом или с одним ударом его закончит, пока мы с Нему удалось это сделать. И все это, все это секрет, потому что, если мы возьмемся в Тору, как положено, такой вещь не будет. Значит, Геула и Маще, это все по-бесторее будет. Все тянется, все это тянется за то, что мы не делаем нашу работу, как положено. Мы не делаем, как правильно нужно делать. Я вам один пример покажу, с этим вы даже поймете, до какого степени он может контролировать, даже у нас евреев тоже. Когда я говорю, у нас, что я намекаю, даже не только у нас, у каждого из нас, это первое, у каждого у нас дома. Даже в доме. И даже в синагоге. И даже в синагоге. Он находит это там тоже, хас фашалом, если мы неправильно делаем, что нужно делать. Все эти митцвот, которые на шелуха на рух написано, когда говорят, мудреца говорят, нельзя разговаривать во время молитвы, не перебивать, нужно внимательно слушать, нужно бояться, когда на синагоге находишься, нужно отвечать в ваш момент, нужно это, нужно то, нельзя разговаривать, который касается для синагоги. И вот, все, которое законно написано, когда мы делаем, он может хас фашалом, не дай бог, взять наш митцвот. Понимаете, получается? Я вам маленький пример принесу, вот это, вы можете все это понимать, как она очень строго, вся наша тора, чтобы мы правильной дороги пошли. Был, есть один рабай, не сейчас, он уже скончался, уже в Ганныне находится, его называли Риби Йода Птая, так его слышали об этом, уже говорили об этом пару раз. Он такой великий, он такой большой, что многие интересные истории, на чем у него есть. И он сам лично, он имел такую, его работа была спасать людей от разных, от разных духов, от разных нашамот, которые люди... Его мнение, он считает, что все болезни, все болезни, это от этих нашамот, которые скачались с этого света, и они нехорошие. Когда я вам говорю нехорошие, вы что я нарекомендую нехорошие? Нехорошие, потому что они, находясь на этом свете, они только тянули себе на плохое, они не были в хорошем дороге. Их исправление это берет сотни милетий. Вы понимаете, о чем я говорю? Сотни милетий берет, и это не пару лет. Мы еще в Бухарске, мы не понимаем, мы не можем громко кричать. Почему мы не можем громко кричать, чтобы люди не поняли неправильно, сказали, ооо, если это так, зачем ты мне кодич говорить? Зачем ты мне кодичать? Зачем ты мне кодичать? Зачем ты мне кодичать? Мы не говорим все правильно, потому что все равно нужно все делать, как Минхак, как Наша говорит, продолжать это делать. Какая-то помощь там и здесь дает, но дойти в правильную помощь мы очень далеко к этому. Потому что мы не будем говорить о детях, о том, что получается. Он говорит, что когда Нашамот не были в хорошем свете, они сами превращаются на дьявлах. Но не навсегда, на какое-то время явлений. Понимаете? И вот и они, и они, и они идут к людям, и заходят внутри, и делают разные болезни, и разные боли, и разные остальные вещи. И все эти болезни, это от них. Вот так он и говорил, и он имел такую силу, connection, он мог с ним разговаривать. Когда люди приходили, у меня женщина беременная или не беременная, или разные случаи, я плохо чувствую, я теряю сознание. И он с этим мог молитву делать и знать, ли какой-то Нашама, какой-то дух зашел к этому человеку и эту проблему делает. Потом с молитвами он вытаскивал их. Иногда он даже исправлял это Нашама, такой у него была любовь и помощь для духа, чтобы исправился и был в правильном месте. Договаривался. Да, у него сила была. И он мог все это видеть. И какой пример я хотел вам показать. Смотрите, как нужно быть осторожны насчет для нас, что наша митцвод, что мы делаем, чтобы мы были очень осторожны, да? Чтобы никакой сатана не дотрагивался на нашу митцвод. Понимаете? Чтобы этот сатана не дотрагивался. Вы понимаете меня? Вот. А вот люди этого много не понимают. Вот представьте, вот мудрецы говорят, я сейчас скажу эту историю. А где приходит? Вот представьте, на гамара написано, муж пришел с аналогии с пятницей. Был с аналогии, пришел домой. И вот, и вот видит, стол не так готовый, скажем. Или стол готовый, но не так. Начинает злиться, начинает ругаться с женой. Есть такие случаи? Начинает ругаться с женой и разные проблемы делает. Потом этот, когда человек заходит с аналогии, он же имеет два ангела. Один хороший, один плохой. Плохой, и этот сатана и есть. Который его... С ума с тобой. Его... Опережает. Он же не один, у него много пристаников есть. Оба же. Да. Потом, потом говорит этот, этот сатана говорит, дай бог, чтобы было... Следующий сатана. Следующий сатана. И этот хороший ангел говорит, омень, инь. Понимаете? Уже отсюда видно. А если стал хороший, красиво, уютно, и муж с женой не ругались? А сколько я знаю религиозов, что в субботу муж с женой ругаются? Ругаются. Собаки, кошки. А? Да. Ругают. Кричат. Разные эти. А вот отсюда делайте... Вот это и есть минус. Вот это и есть минус. Когда сатана может вцепиться на нашу митву, на эту митву, в которой мы неправильно себя вели. Понимаете? Вот это нужно быть осторожным. А теперь пример. Так, была такая история. В его время, когда он жил в Бавиле, был маленький ребенок. Ему где-то было лет 10-11. Хороший мальчик. Он учился читать книгу. И особенно он читал Зуара Кадош. Он читал. Он не понимал. Но он читал. И он читал каждый день. Ну, папа сказал, хорошо его читать. Это вообще митва. Зуара Кадоша, вы не понимаете ничего, вы читаете. Это хорошо. И он читал, читал, читал много времени. И вдруг он видит сон. И приходит ему какой-то дедушка. Красивый, белый. Белые борода. Белый халат. Или белый полток, как он называет. Все белый, такой красивый. И дает ему какой-то хороший знак. Что молодец, ты читаешь. Молодец, хороший. И он приходит и говорит своему отцу этот сон. Он говорит, хороший сон, ты хороший мальчик читаешь. И на следующий день еще так же. И вдруг это выходит так, что каждый день он к нему приходит. Этот старик. Красивый. Все такой белый. И это папа идет и говорит другим рабаям. И все говорят, слушай, твой сын цадик. Это прабаблы, они говорят. Это прабаблы или авановит. Они так говорят мудрецам. И говорят, давай будем большим мудрецам тоже говорить. Что это знак, что это обозначает, что каждый к нему приходит. И дает ему такой хороший филинг. Потом идет к ребятам Птая. Спрашивает его. Говорит, что вот так, вот так он читает. Каждый день взор. Какой у него во сне хороший сон. Какой-то дедушка. И он говорит, каждый день к нему приходят. Они говорят, мы думаем это или авановит. Что он хороший мальчик, он святой мальчик. Он говорит, и ребят Птая много не подумал. Он говорит, да, мальчик может хороший, проблем нет. Но может быть сверху тоже какой-то тест. А я считаю, что это не или авановит. Я считаю, это сатана. Это он говорит мудрецам, остальным и отцам. Я думаю, это сатана. И они говорят, почему так ты говоришь, это некрасиво. Зачем такие вещи. Он маленький мальчик. Он ничего плохого не сказал. Он только читает каждый день. Зачем такие вещи. Он говорит, я вам говорю, это сатана. Он говорит, а скажи причину. Он говорит, даже самый большой цадык он будет. Или авановит каждый день не придет. Пару месяцев, месяц раз. Или два месяца раз. Каждый день появляться. Это не может быть. Как он это скажет, next day, в следующий день он не появляется. Уже он не появляется к мальчику. Что я хочу сказать. Смотрите, он не грешеный. Он маленький мальчик. Он не грешеный. И читает чистыми. Даже в том месте сатана может прийти и что-то сделать. Что-то нехорошее делает. Что-то плохое делает. Чтобы достигнуть. Чтобы Илява навык к вам пришел. И Шалхару должен быть большим мудрецом. Между большим святым. Даже Робину Аари. Какой большой мудрец был. К нему каждый день проходил Лео. Там специфик тайм был. А не договор, когда в Рипсе не учится. Аля Кадош. Да. Аля Кадош. Представляете? Что я хочу сказать. Посмотрите, до какого степени эта сила сатана может находиться везде и с человеком с ума вести. А теперь ты сделай математику. Какую математику? Каждый должен сделать математику. Когда я учусь. Смотри на меня, не бойся. Когда я учусь. Когда я твиле завязываю. Когда я говорю Шмана Исре. Мои мецо сатана трогает или не трогает? Не трогает. А тебя? Окей, Михаил скажи, не трогай. Дай Бог, чтобы тебя не трогал. Мы очень рады будем за это. Что сказать? I don't talk in shul. I don't talk in shul. You don't talk in shul. Мне кажется, чем вы выше, повешаетесь. Слушай, я согласен с тобой. Может быть, не трогай тоже. В сервисе. Но. Но. Что я говорю? В каком-то числе ты должен быть осторожным. Правильно или нет? 100%. That's it. What do you want? I just wanted to answer your question. Чем выше вы повышаетесь в духовном уровне, тем больше они охраняются. Домогаются. Имеют тесты разные. Why testing? Ну да. Тем больше они как бы fool around with your spirituality. Я согласен с вами. Но нам нужно просто знать о том, что мы не хотим останавливаться всегда на одном уровне. Мы тоже хотим подняться день за днем больше и больше. Но. Но я должен быть осторожным. Я должен знать. А теперь что получается? Да? Что получается? Я вот сегодня учился в этом домичном районе. Такая учеба была. И там написано было. Коэнь. 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 Когда Петр Медаж находится. Когда он делает sacrifice. Жертву. Жертву этих животных. Он меняет одежду. Есть времена. Он должен золотую одежду одевать. Есть времена. Он должен белую одежду одевать. Когда он должен менять одежду. Он должен зайти в микву. Искупаться. Он должен зайти в микву. Он вытаскивает, скажем, золотую одежду. Заходит в микву. Потом он одевает белую одежду. И делает свою работу. Если он не заходит в микву. Он грешит. И какой грех? Карет. Видишь такое карет? Это серьезное? Отрезание души. А? Отрезание души. Правильно. Можно так сказать. Понимаете? Какой грех? Для того, чтобы он не зашел в микву. А спрашивается. А почему? А что он сделал? Он только митцву делает. Он же делает только... Вы знаете, почему зайти в микву? Потому что во время митцвы, когда он делает. Когда он делает эту митцву. Чтобы в середине, чтобы этот сатана не мог иметь силу какую-то даже маленькую вещь. Чтобы подойти к нему и ему помешать. Когда он заходит в микву. Да? Заходит в микву. Миква. Сила, вода. Миквы, да? Взбивает сатана. А теперь вы можете посмотреть с этого, Малка. Почему у Хасидута очень важно идти в микву каждое утро. Мужчинам, конечно. После молитвы. Перед молитвой. Перед молитвой. Как важно идти. Каждое утро идти за этим микву. Потому что дать, чтобы отталкиваться от него. Потому что это сатана. Я хочу вам одну вещь объяснить. Как была эта вся работа сатана в начале? Как это все началось? Сатана же в первом начале был, он был outside. Как говорят outside? Наружи. Наружи он был. Он не был внутри. Он не был внутри. Он был наружи. Он не был внутри. Он был наружи. После греха, потом он тоже зашел внутри. Когда он зашел внутри, он уже больше нам мешает, чем наружи. Наружи это еще можно легче воевать. А когда внутри, это очень тяжело. Да. Это очень тяжело воевать. Из-за этого у нас большая война есть с ним. На все митцвы, которые мы делаем. А теперь вы отсюда можете видеть, как важно кушать кошельные вещи. Каждая некошельная еда это от него. Это дает силу тоже ему. Понимаете? Как важно кошельные еды кушать. Как важно после еды сказать первое браха и окончание браха. Все это браха почему? Чтобы он не дотрагивался. До наших митцвов. Не дотрагивался. Он свою порцию тоже берет. Но там нужно знать какие-то кабануть есть. Понимаете? Все это важно делать. Из-за этого наша работа, сколько можно отталкиваться от него. А не приближаться к нему. Да. Потом оттуда и начинаются все другие проблемы. Вот. А учебу Торы, Михаил, это самый большой уровень. Самая большая защита. Да. Самая большая защита, чтобы отталкивать этого сатана, чтобы нам в жизни не мешал. А это нелегко. Вот как сейчас Катя сказала, что сколько мы растем, он тоже старается побольше делать. Но нам нужно не надо духом падать. Мы должны стараться знать, что Ашим помогает. Ашим не даст хорошим людям упасть. Он знает, что человек старается. Он всегда будет помогать, чтобы он старался и... Защищать. Да. И шел правильной дороги. Вот это я хотел сегодня об этом говорить. Что как нам важно, чтобы знать. Потому что... Я вот хочу пару слов еще сказать. Думаю, сказать или не сказать. Скажи, говорите, говори. Это нечто... С одной стороны интересное. Люди интересуются, хотят знать новости, что хорошо. Но это и записывается здесь. Потому что если люди это услышают и неправильно поймут, потом будет нехорошо. Понимаете? Из-за этого это на праве нужно говорить. Почему я это говорю? Не, почему это я говорю? Править, а вы не говорите? Не, не. Я хочу, чтобы люди это поняли. Я хочу, чтобы люди это поняли. Мы одну вещь живы, и мы этого не понимаем. Как говорится на русском? Присутствие. Присутствие. Божное присутствие. Божное присутствие. Вот это шхена называется. Это божное присутствие. Душа шхена, шхена. Она везде находится и всем евреам находится. Даже те евреи, которые находятся на самом нижнем уровне, где находится Большой Тума, Шхена тоже с ними. Почему? Это ее дети, а она не хочет потерять их. Понимаете? Из-за этого она с ними вместе тоже мучается. Она и мучается с ними тоже. А когда дети стараются выйти с этого, они дают ее силу подняться, ей хорошо становится. Почему? Отсюда можно научиться, что происходит, где мы молимся. Святость. 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 Святое место. Не, не, не. Святость синагоги. Святость синагоги. Я бы сказал, святость лучше сказать. Чтобы она посвятила и поднялась, это зависит от человека. Это зависит от тех людей, которые там молятся. Вы понимаете? Да. Вы понимаете? Да. Все зависит от этого. Вот написано вот, вот написано, я так слышал, что в Германии, что Бог нам простил, многие синагоги зажглись. И пару синагог там остались, что их не трогали. И сказали, что эти синагоги, которые трогали, эти были синагоги, которые там люди не разговаривали. Понимаете, как это важно? И вот Баба Сали, он даже говорил, Баба Сали, он даже говорил людям, что лучше люди обрыжут свой язык, перед чем заходят синагогу. Представляете? В такой степени он считал, что это очень важно, как Михаил говорил, он с тобой не разговаривает. Это большая вещь, не разговаривать. Люди этого не понимают. Понимаете? Это нелегко. Я бы сказал вот такое. Это хорошо, да. Но когда человек возьмется сильно, не так просто, сильно, особенно не разговаривать во время молитвы, во время молитвы. Мне на первый, когда все молчат и молятся, там вообще проблемы нет, там все сидят спокойно. Да, я намекаю, когда Хазан начинает второй раз читать, это держать тишину и во время читания Сифер Тора. Сифер Тора читает, чтобы держать тишину. И, конечно, во время крюкодичьи и все остальное отвечали, понимаете? Они очень любят болтать. Мне вот один раз было неприятно, как Айдур сказал, слушай, ну хороший мальчик. Иногда он не знает, понимая, понятливо. Ну они не знают, чтобы это не знают. Нужно им это учить, объяснять. Он попросил мне, хороший мальчик, он попросил мне карандаш или ручку там написать на продажного хамеса. Продать хамес. А это было во время Швунайсера, во время Амида, когда Хазан говорит громко. Второй раз. Он спокойно попросил мне, он не разговаривал. Вдруг он сидит и начинает писать. А там молится, понимаете? Но он не специально. И начинал. Мне стало неприятно, что я ему дал ручку, а он там сидит пишет, а там читает Хазан Барахаташем, 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 то нужно отвечать. А он не отвечает, сидит пишет там, уточнить быстро. Потом я ему сказал, я сказал, Дженни Киман, слушай, ты хороший парень, все нормально. Можно было написать пост на молитву. Что ж, ты пожар что ли? Нужно отвечать. Я говорю, я тебе дал ручку, а ты во время молитвы делай. Ты не пойдет так? А он понял меня. Ну просто это пример молитвы, но он это не специально. Это пример просто, да? Вот такие вещи ты портал знать. Понимаете? Или даже скажем, кто одевает два тфилина. Я многим говорил, я не скажу кому, но они не слушают. Такие правила, они еще не поняли это. Во время молитвы, когда он, скажем, Хазан читает, он меняет тфилин. Срачи на Рабину там. Это же нельзя. Ты не можешь меня даже, скажем, тебе отвечают. Ты не можешь отвечать. Ты не можешь это делать? Ты должен слушать. Или во время секреттора. Самое. Что больше важно, чтобы одевать два тфилина, или быть спокойным? А? Что больше важно, чтобы одевать два тфилина, или быть спокойным? Бы спокойным. А твоя вопроса невероятная. Нет, но всегда есть... Я знаю, что много людей, которые одевают два тфилина, я не могу сказать. Вы не можете сказать, какой лучше иметь два тфилина. Он сейчас сам себя успокаивает. Он сейчас сам себя успокаивает. Ты не можешь сказать, что который это лучше, два тфилина одевать, или молчать? Нет. И два тфилина оденешь, и будешь молчать. И два тфилина оденешь, и будешь молчать. Ты не можешь сказать, окей, я не разговариваю, а я тфилине одеваю, а я заняты бест. Да ты такой не пойдет, дорогой. Ты должен одевать Ира Мину там, обратно. Это, конечно, не достава. Это добавочная. Если одеваешь раши, самое главное, это правда, да. Это добавочная. Но почему я сказал, irrelevant? Нельзя такое безговорить. Это кино-сечка. Что? Я думаю, что это лучше, чтобы не ставить ни тфилина, а не говорить ни тфилина. Если ты хочешь ему дать замечание, сказать ему, что... Нет, подожди. Подожди. Если ты хочешь ему дать замечание, сказать, слушай, рабай. Я даже раба не видел. Рабай, или ты, или такой какой-то. Ты одевай второй тфилин, и ты разговариваешь. Зачем ты... Это неправильно. Лучше не одевать, чем разговаривать. Что ты делаешь? Ты можешь сказать с одной стороны, но сказать, что я лучше не буду разговаривать, не буду одевать тфилин, это не пойдет. Ты можешь тфилина рабейну там одевать, когда весь молитв окончается. Это не обязательно. Что он с этого делает? Он хочет время сохранить. Он хочет время сохранить. Хорошо. Я тоже в свое время одевал два отдельные, которые менял каждый раз. Сейчас я одеваю два маленьких сразу. Потому что это один. Но сначала я одевал два отдельно. Но я не разговаривал. Я менял, когда надо менять. Не во время швунайстра. No way. Понимаешь? Не во время сепертора. Это вообще different time was. Который никому не мешает и никому не это делает. Можно этого сделать? Можно этого делать? Просто люди хотят время с этого сохранить. Но это неправильно. Потому что что ты сохранил? Вот ты скажешь, сколько? Три минуты сохранил. Четыре. Что ты с этого вырубил? За четыре минуты сохранил? Let's go. Обратно. Все мы с этим закончили. Все отключения я хочу делать работает. Чтобы вы поняли. Что вот оказывается. Отвечу на этот параша. Там Ашем говорит. Моши Робейну. Смотрите. Моши Робейну. Я хочу все это. Жертвы, которые евреи делают. Евреи делают. Которые не соблюдают митцвот. Чтоб только делали Ашем. И что больше не делали сатане или дьяволам. Только Богу. Выходит так. Выходит так. В свое время они делают дьяволам. Вы представляете? Да. Вы представляете? Они делают жертвы. И сегодняшний тоже есть. Которые мы делали все это. Еще пока мы делали сатане. А Ашем говорит. Нет. Сегодня вы выходите с этого плана. Вы сейчас мои дети. Я вас спас. Сейчас вы будете делать только мне. Только мне. Кому? Ла Ашем. Что такое Ла Ашем? Ла Ашем. Ла Ашем. Только на Ашем. А потом я вам даю большую награду. Оламаба, Оламазе и все остальное. Это выходит, чтобы посмотреть. А сегодня эта жертва. Это наша митцвот. Это наша тфилот. Это наша молитва. Это митцвот, которую мы соблюдаем. Добрые дела. Добрые дела. Добрые дела. Особенно молитвы. Особенно молитвы. Конечно все. От этого нам нужен большой урок. Знать, что... Представляете? Представить, что происходит в этом свете. И вся эта цивилизация, с одной стороны... С одной стороны, вся цивилизация, вся эта... Все это его идея. Чтобы только увлекать людей, чтобы тоже не учили. Вы представляете? Это все его идея. А нам, с этой его идеи, нужно взять это все... Хорошую к душу. Хорошую к душу. И перевернуть его на все... На к душу. Вот скажем... Когда слушают урок, или на телефоне, говорят, ура! Говорят! Или 5-6-ое делают. Понимаете? Из-за этого заключение сделаем, что... Бывает такое, что это сатана. Он заходит у нас, и нам делает проблему. Значит... Бывает, что человек грешит. Понимаете? Есть такое поступление? Эн-цедык-бар-э-на-шэ-я-сэ-то-вэ-ро-э-хата. Значит... Нет такой человек, самый большой, знаменительный, большой царик, что он только сделает митцвот, и он... И грех не сделал. Потому что сатана, он ушел, не ушел. Он не надо стараться. Но для этого есть чува. Для этого чува есть. Человек должен быть... Ушор, вспоминаем? Бдительным. Бдительным. А? Бдительным. Внимательным. Бдительность. Бдительность. Внимательным должен быть. Он должен быть... Человек должен быть внимательным. Внимательным. Все свои вещи он делает. Чтобы дать внимание о том, что он делает на митцвот ла-шем, чтобы бьесарар его не уронил. Фокус. А если хасашелом что-то получает, он должен знать, что есть чува. Если он делает чува, он может выйти от него и все исправить, что он все разрушил. Из-за этого чува кается, кается Богу. Это самая большая вещь. И на это даже шел Давид Амилов на книге Тейлим. МИМААМАКИМ КАРТИХА АШЕМ. Есть такая вещь, которая называется ОМЭКО. ОМЭКО. Это глубокость. Глубокость. Глубокость точки с неба, в которой я могу каяться и сказать Ашему, как я хочу быть близко к тебе. Я тебя прошу, спаси меня от этого сатана, что он мне оставил в покое. И Ашем помогает. В будущем, когда Мас-Шах придет, это уже такое не будет. Это уже по-другому будет. И об этом тоже можно хороший урок дать, но это уже на next time. Так что я всем желаю хорошей недели. Спасибо. Хорошей новости. И чтобы мы шли правильную дорогу. И чтобы Мас-Шах пошел очень добрым путем. Мас-Шах пошел очень добрым путем. Мас-Шах пошел очень добрым путем.